Здравствуйте коллеги, меня зовут Лебедев Юрий и мы продолжаем серию вебкастов, посвященных языку транзакта SQL в SQL Server 2012. В сегодняшнем вебкасте мы продолжаем группу вебкастов, которая называется строковые функции в SQL Server 2012. Это вторая часть, и она будет посвящена двум функциям, это left и right. Наш вебкаст мы продолжаем записывать на сервере SQL01, это рядовой сервер домена NERV Tokyo 3.jp. На нем установлен SQL Server 2012 в редакции Enterprise с первым сервиспаком английский. Разумеется, все примеры сегодняшнего вебкаста вы можете попробовать и на младших редакциях SQL Server 2012. Работать в рамках вебкаста мы будем с базы данных NERV Accounting 2.2, ее вы можете скачать у меня на сайте, также на сайте вы найдете инструкции по ее установке. По сегодняшнему сценарию мы сначала разберемся с функцией left, затем с функцией right и попробуем их совместное использование. Итак, функция left позволяет вам из текста вырезать какое-то число символов. Рассмотрим пример использования. Итак, есть выборка, выбираем колонку 1 из схемы таблицы. Поставляем функцию left и в колонку 1 заключаем скобки. В скобках обязательно находится запятая, после запятой указывается число. Число обозначает число символов, которые мы отрежем из этой колонки. Как происходит? Подается некоторый текст в колонке и, допустим, указав число 5, 5 символов от начала будет отрезано. Очень легко, просто и удобно. Давайте посмотрим, как это будет выглядеть с нашим примером. Делается выборка поля name из таблицы dbo people и в данном случае отрезается один символ. Это очень популярный пример, когда делают фамилию и инициалы, например, на базе табличных данных. Давайте перейдем на наш сервер SQL01, запустим SQL Server Management Studio. Затем подключимся к нашему экземпляру и создадим новый запрос. Давайте для начала подключимся к нашей базе данных, хотя для первого примера это вовсе не обязательно. Сделаем простую выборку select, лебедев, затем Юрий, затем Михайлович. Отлично. Вот такая вот замечательная выборка, например. Аналогично мы могли сделать как-нибудь вот так вот. и ту же самую комбинацию мы используем вот здесь вот. Пожалуйста, Лебедев Юрий Михайлович. Смотрите, чтобы сделать инициалы, я могу заменить текст, либо, например, указать функцию left. left, поставляю текст. Обязательно в скобочках указываю запятую и число. В данном случае сойти лебедев Юрий Михайлович. Аналогичным образом, поставив сюда функцию left, подставляю число, открываю скобку, выборка. Лебедев Юрий Михайлович. Ну и далее уже можно тут, например, сделать вот такую подстановку. Пожалуйста. Ну, либо совсем убрать этот пробел. Получится вот так. Здесь на ваше усмотрение. Ну, думаю, достаточно простой пример, все понятно. Итак, поработаем с таблицей. Выберем все из таблички DeboSoftware. Отлично. Ограничим нашу выборку, скажем, первыми девятью элементами. Давайте как-нибудь добавим псевдоним. Значит, разумеется, да, что сейчас выборка не сработает. Она выдаст ошибку. Потому что кей – это ключевое слово. Его необходимо заключить в квадратные скобочки. Да. Ну, для большей красоты можете и псевдоним заключить в квадратные скобки. И вообще хоть все в квадратных скобках записывать, как вам больше нравится. Вот, сделали выборку. Все нас устраивает. Давайте попробуем поиграться, скажем, с символами. Для этого мы ограничим нашу выборку. Выберем только поле title. Title, пожалуйста. Отлично. Возьмем это поле title еще раз. Скажем так. Подставим функцию left. И мы выберем один символ в данном случае. Ну, давайте для начала хватит. Соответственно, мы увидим поле w. Например, вот так вот. Один символ слева – это w. Ну, давайте немножко изменим пример. Скажем так, сделаем еще один left. Возьмем 7 символов. И тем самым выберем слово Windows. Пожалуйста. Ну, все достаточно просто. Ну, давайте еще, наверное, какой-нибудь пример. Аналогичный. В общем, возьмем эту выборку. Немножко подредактируем запрос. Удалим вот это все. Ск возьмем между, например, 5 и 9. В данном случае только Windows сервер. И выберем, скажем так, из столбца S-Type, первые 14 символов. Соответственно, попадутся нам только Windows сервер. Да, я не ошибся. Все правильно. Но для красоты не мешал бы еще какой-нибудь псевдоним. Скажем, например, какой-нибудь там, не знаю, в категории. Еще и печатку допустил. Окей. Ну, достаточно просто. Это все делается. Очень удобно использовать при выборках, при создании отчетов. Подрезать текст с левой стороны можно при помощи функции Left. Вернемся к презентации. Следующая функция, это функция Right. Она делает все то же самое, только с правой стороны. Как происходит дело? Выбираем данные, колонку 1 из схемы таблицы. И указываем Right и число. Соответственно, с правой стороны, то есть с конца текста будет отрезано нужное количество символов, и они будут выведены на экран. Вот простой пример. Select Right, Name, 1, from the more people. Таким образом, из поля Name будет отрезан один символ с конца, и он будет выведен в финальную выборку. Давайте попробуем это посмотреть. Что мы сделаем? Перейдем на SQL 0.1, немножко отступим. Можно даже вот так вот как-нибудь. Теперь мы будем говорить о функции Right. Даже так напишем. Что мы будем делать? Ну, давайте для начала какой-нибудь самый простой пример. Select, скажем так, текст. И потом Write текст. Например, два символа с конца. Так. Как видим, текст надо заключить в одинарные кавычки. Теперь все получится. Соответственно, XT с правой стороны два символа мы отрезаем. Очень удобно использовать. Никаких проблем с этим нет. Давайте попробуем накинуть более интересный пример. посмотреть. Возьмем все из таблички DBO Software. Видим, данных очень много. Давайте остановимся, скажем так, на SQL серверах. Возьмем 10, 11 и 13. Для красоты вот так еще подставим. Чтобы было немножко наглядней. Так. Пожалуйста, выбрали три SQL сервера 2005, 2008 и 2012. Возьмем, скажем так, с правой стороны четыре символа и тем самым мы получим годичную название в виде года для наших SQL серверов. тоже очень просто это все можно реализовать. Как это делается? Делается это следующим образом. Так. Возьмем S-Title и возьмем еще раз S-Title но уже обработав его функцией write. забирать мы будем четыре символа. Вот. Таким образом. Так. S-Title write и необходимо добавить некоторые комментарии. Ну пусть это будет скажем так year version например. Делаем выборку. Пожалуйста, название и годовая версия. Никто не против. аналогично можно использовать в связках например с левой стороны мы возьмем 10 символов. пожалуйста. SQL Server 2005 2008 2014 никаких проблем с этим нет. Вот. Так вот достаточно просто можно в парах использовать. Давайте попробуем какой-нибудь еще интересный пример сделать. Скажем так выберем побольше названий select звездочка from также будем работать с software. Тут очень много всяких разных данных. Надо бы этим как-нибудь воспользоваться. Так S-K сразу в скобочки скажем так значение 32 33 вот это SUS LINUX ENTERPRISE или S-K например так опечатка все люди все ошибаемся так F5 BETWIN пожалуйста выбрали набор дистрибутивов LINUX все просто возьмем например поле title из этой замечательной таблицы и с ним поработаем как-то будет выглядеть S-точка давайте опущу немножко точка title все выбрали только title и второй столбец мы возьмем например как S-title но уже обработаем их функцией write в таком случае write write поле s-title заберем 8 символов и закроем скобочку добавим скажем так некоторый коммент например не знаю сложно придумать какой-то весомый коммент назовем это write8 справа 8 символов пожалуйста получили набор и если посмотрите внимательно то выбирая 8 символов у Red Hat Enterprise Linux так как версионность у них из одного знака добавляется пробел но мы уже знаем что при помощи функции L-trim из предыдущего обкаста можно это убрать и самое главное да что нужно понять что вложенные функции прекрасно работают то есть обработан результат одной функции вы потом обрабатываете другой функцией просто брали пробелы видите все подровнялось здорово да действительно здорово никаких проблем с этим нет и это очень легко реализовать при помощи функции write и она будет вложена к функции L-trim что ж я думаю здесь тоже все понятно и перейдем к третьей части разумеется можно использовать функции парами и write и left одновременно но здесь очень важно что когда вы используете эти функции сначала отрезается с левой стороны а потом с правой стороны то есть уже отрезаться будет не от фактического начала то есть write будет отрезать не с самого конца текста а уже с того текста который отрезали при помощи функции left легко посмотреть на каком-нибудь примере для того чтобы объяснить как происходит обрезка то есть наш пример от названия отрезается пять символов с левой стороны с левой стороны как это будет выглядеть давайте запустим блокнотик есть у нас некоторый текст 1 2 3 4 5 6 7 8 8 9 10 да 10 символов сначала мы при помощи функции left в данном случае отрезаем пять символов идем в левую сторону 1 2 3 4 5 все остальные отрезали после этого справа 1 2 3 остальное убрали 3 4 5 понятно порядок здесь будет иметь значение аналогично если мы возьмем точно такой же текст и сначала сделаем right а потом left то в таком случае ну допустим пусть тоже точно так же да то есть если поменять их местами right 5 left 3 то 1 2 3 4 5 все это 1 2 3 понятно да выборка совершенно меняется поэтому здесь очень важно какая функция будет вложенной какой ну и по факту очередность обработки то есть чем ближе к тексту тем раньше эта обработка сработает перейдем на SQL01 и попробуем какой-нибудь красивый пример сделать ну например возьмем табличку dbo webcasts по сравнению с предыдущим версиям баз данных она сильно подросла здесь уже 200 а 141 запись 141 это очень много давайте сделаем какое-нибудь ограничение нам потребуется где тайтл похож на скажем так SQL Server 2012 так title like SQL Server так сервер 2012 закрыли и чтобы лайк сработал нужно постановочные символы мы используем пробелы пожалуйста все webcasts посвященные SQL Server ну и мы еще добавим отдельное ограничение например так давайте отсортируем данные потому что я не уверен что здесь все правильно нарисовано на всякий случай сделаем сортировку я думаю все это помнят из первой группы webcasts order by date тем самым мы производим сортировку отлично сортировали все данные select data потом expressions идет все хорошо добавим дополнительные ограничения например end в качестве ограничения используем диапазон дат даты между например 2012 11.01 и так скажем так 2013.06.01 отличный диапазон дат сделали выборку получили только первую группу webcasts которая называлась выборка данных в sql server 2012 из sql server 2012 но тоже как вариант может быть правильно окей здесь все просто но мы возьмем только title и date из этой таблички то есть в данном случае идем в эту часть стираем звездочка указываем здесь title указываем здесь date не очень хорошо видите он посинел потому что слово это ключевое в общем-то title date все здорово теперь все понятно все просто все отлично и повторим затем еще раз столбец title так title запятая и после этого приступим к его обработке так значит чтобы обработать title сначала мы подрежем его с левой стороны на 32 символа left 32 символа так сортировочку не забываем окей кстати обрезали до надписи skillset 2012 теперь обрежем с правой стороны с правой стороны ну тут уже проще тут все на 15 символов right указываем 15 символов таким образом остается только продукт теперь уже можно и какой-то псевдоним прибавить пускай будет продукт пожалуйста мы вот так вот легко и просто сделали несложную выборку вот причем обратите внимание потому как мы в первую очередь отрезали слева то что количество символов в строке с ключом 10 да у нас больше чем во всех предыдущих нам не имеет роли это тоже очень важно очень удобно использовать при составлении каких-то конкретных выборок что ж вернемся к презентации здесь все достаточно просто я думаю вы сможете легко это повторить поиграть с этими функциями пообъединяйте их с функциями L3 и R3 мы в общем-то вместе они могут делать многое ну а мы посмотрели на функции left и right попробовали их использовать совместно я думаю здесь все понятно это уже не первый вебкаст из серии посмотрите предыдущие там тоже много полезной информации ну что ж а на этом все спасибо за внимание если у вас есть какие-то вопросы и пожелания присылайте их мне в почту на лебедефьюри собака gmail.com подписывайтесь на новости у меня в блоге больше материалов в том числе базу данных нерв аккаунтинг 2.2 ну и все последующие релизы вы можете найти у меня на сайте ну а пройти авторизованное обучение по SQL Server вы можете в учебном центре Softline Education ну что ж на этом все спасибо за внимание и будьте здоровы субтитры